Традиционно и в стиле предыдущей администрации проблема была доведена до края. После того, как станет понятно, что есть безнадежные объекты, объекты, на которых что-то можно сделать, и объекты, на которых очень много необходимо сделать, нужно работать с ними, сходя из этих различий. Когда человек шел покупать несуществующую квартиру у сомнительного застройщика, собственно, он подвергал риску вот эту сделку, которую он совершил с ним, риск состоялся. Они неумолимы, они не уйдут, они не рассосутся, вот как полагал Рустам Закивич, да ладно, что вы там мне грузите, сейчас все затихнет, не затихнет. Долго думали, чье чучело жечь Хамитова, застройщика или кого-то еще. В общем, это такое чисто понятие, но очень важный момент, кого дольщики назначат крайним в этой ситуации. Судя по всему, пришло время поговорить про долевое строительство уже в формате новой власти в Республике Башкортостан. Немножко окинем взором проблему. Напоминаю, что Башкирия, конечно, не самый худший регион в плане проблемы обманутых дольщиков, но и не самый благополучный на самом деле регион. Есть, конечно, в России совсем чудовищные ситуации с долевым строительством, но в Башкирии ситуация более чем серьезная. Трудно сказать, сколько на самом деле проблемных объектов и домов, потому что существует несколько лукавых подходов к оценке того, является ли дом проблемным или объект проблемным, но, на мой взгляд, количество домов, которые подпадают под категорию проблемных, где есть обманутые дольщики, либо где они появятся вот-вот, приближается к восьмидесяткам. При том, что география этой проблемы тоже достаточно обширна, это не только Уфа, но и города республики Башкортостан, это Стерлитамак, это Иглино, это пригороды Уфы и так далее. В общем, достаточно много этих объектов. Традиционно и в стиле предыдущей администрации проблема была доведена до края. На самом деле, те, кто занимался в кавычках проблемой обманутых дольщиков в администрации Хамитова, по сути, являлись архитекторами этой проблемы. Ведомство под названием «Госстрой РБ», не путайтесь с компанией, которая занимается строительством, это ведомство, в общем-то, в большей степени саботировало решение проблемы. А учитывая то, что в последние месяцы власти Рустема Хамитова госстрой колбасило не по-детски, я имею в виду приход туда непонятно зачем Андрея Трухана, потом уход Трухана в правительство, и там он тоже курировал строительство, не будучи строителем. В общем, конечно, был адский ад, который завершился у нас два месяца назад. И, конечно же, с приходом господина Хабирова и его, в кавычках сказать, команды, я поясню позже, почему в кавычках, появились, ну, обоснованно появились надежды на то, что эта проблема начнет решаться, что появятся какие-то новые подходы. Кроме всего прочего, в первые же дни своего воцарения в Белом доме Ради Фаритович заявил, что он знает, как решить проблему обманутых дольщиков, что никто не останется в беде и так далее, и так далее. Через некоторое время после этого исторического заявления был назначен вице-премьер, ответственный за строительство и решение проблем обманутых дольщиков, это господин Абдрахимов, мало кому известный на самом деле в Башкирии до этого, либо хорошо забытый, хотя особенно посвященный в процессе людям, мне уже кое-что про него рассказали. Не могу сказать, что что-то очень плохое или что-то очень хорошее, тем не менее, характеризуется он как человек, действительно разбирающийся в процессах, кроме всего прочего, как человек, который принципиально не носит галстуков, который склонен к конкретным, понятным, быстрым решениям, который не любит всевозможные словословия и длинные разговоры, но, в общем, все данные у человека есть. Так вот, господина Абдрахимова поставили в том числе заниматься решением проблемы обманутых дольщиков. Напомню, что вся стилистика решения этой проблемы при Хамитове сводилась к бесконечным обещаниям, каким-то мутным анализам и составлением каких-то совершенно непонятных дорожных карт, ни сущность, ни содержание которых так и никто не смог постигнуть до конца. Если честно, то на самом деле эти дорожные карты не содержали никаких практических шагов. Это все была болтовня, особенно учитывая, что перед выборами Путина из Кремля строго-настрого наказали Хамитову ситуацию держать под контролем и любыми способами не довести до каких-то массовых волнений. Собственно, Хамитов в панике обещал все, что угодно. Ну да ладно, времена те минули, обещания Хамитова забыты, фактически Хабиров и Абдрахимов начинают с чистого листа. К сожалению, в правительстве не пожелали слушать рекомендации тех людей, которые занимались и занимаются этими проблемами уже давно, ну в том числе и я, не скрываю, что я предлагал некие комплексы мер и мероприятий по нормализации этой проблемы. В первую очередь это касается взаимодействия с дольщиками и застройщиками, но, к сожалению, эти предложения не были восприняты. Возможно, у людей достаточно компетенции и самим справиться с этой проблемой, как говорится, иншаллах. Но я считаю, нужно рассказать об этом сегодня. Например, возможно, какая-то часть этих мыслей покажется полезным либо людям, которые занимаются этой проблемой, либо тем, кто, собственно, этой проблемой отягощен. По моему глубокому убеждению, первое, что нужно сделать господину Абдрахимову и его команде, это вникнуть в проблему. Ну, это, в общем-то, конечно, мысль чрезвычайно глубокая, в том смысле, что абсолютно очевидная. Я имею в виду, что необходима очень четкая и понятная классификация объектов. Дело в том, что и причины, и сама суть проблем на каждом из этих объектов очень часто разнятся. Причины возникновения проблемы, ее течение и состояние на данный момент. Необходима понятная, четкая и открытая на самом деле классификация объектов. Я имею в виду то, что, например, есть объекты просто долевого строительства, есть объекты, где пайщики и партнеры, есть объекты, где частично долевое строительство, частично партнерство. Во многих проблемных объектах строительства есть люди, которые зашли туда по программе «Жилье для российской семьи», а это вообще отдельная история. Вот эта классификация по понятным критериям, причем при полнейшем информационном содействии ГОСТРО и РБ, должна быть сделана в самые кратчайшие сроки. При том, что эта классификация должна делаться как с участием информации, полученной от застройщиков в первую очередь, так и с участием информации, которая получается от дольщиков. Потому что очень часто некоторые процессы застройщиками очевидным образом извращаются. Я имею в виду информацию об этих процессах, информацию о состоянии стройки, информацию о финансовом состоянии предприятий и так далее. После того, как объекты будут классифицированы, автоматически станет понятно, что они делятся на некие крупные группы по перспективам преодоления проблемы. Ни для кого не секрет, что есть абсолютно безнадежные стройки, где застройщик банкрот, либо не обладает достаточными средствами для достраивания объекта. Деньги найти уже нельзя. Есть даже объекты, где застройщик отсидел уголовное наказание за свои деяния и, в общем-то, уже теперь ничем не обязаны своим дольщикам и так далее. После того, как станет понятно, что есть безнадежные объекты, объекты, на которых что-то можно сделать, и объекты, на которых очень много необходимо сделать, нужно работать с ними, сходя из этих различий. Единого рецепта решения проблемы, безусловно, не существует. Если кто-то мне скажет, что я точно знаю, как решить проблему обманутых дольщиков во всей России или хотя бы в одном регионе, я немедленно плюну ему в глаза, потому что вот этого рецепта не существует. Если бы он существовал, то давно бы человек был бы уже удостоен государственной премии, золотого значка, ну и ордена Салавата Юлаева до кучи. Тем не менее, увы, чудес не бывает. И теперь поговорим о том, какие в принципе существуют возможности у государства и у застройщиков для того, чтобы в конце концов завершить строительство проблемных объектов. Во-первых, это самый простой, понятный, при этом самый же фантастический способ решения этой проблемы – это достраивание объекта за счет застройщика. Понятно, что необходимо какие-то странные силы привлечь для того, чтобы застройщик, отказавшийся от своих планов, который уже не строит там год, два, три, пять, семь, вдруг внезапно начал строить. Такие силы на самом деле существуют. Для этого необходим достаточно жесткий и очень целенаправленный административный ресурс, я имею в виду привлечение силовых структур, потому что некоторые из застройщиков очевидным образом мошенники. Я имею в виду объекты, где деньги были получены в полной мере на строительство, где было достаточно времени и условий для строительства, и где деньги куда-то пропали. Застройщики наши, как говорится, люди обыкновенные, им свойственны все пороки и соблазны современного мира. Многие из них не устояли перед тем, что на них свалились огромные деньги дольщиков и пустились во все тяжкие. Мы все помним, как один из них приобрел себе нефтяное месторождение в Оренбургской области, другой построил шикарную турбазу с красивыми деревянными полами и гламурными посетителями. Ну и так далее, и так далее. Все эти граждане прекрасно обеспечены в бытовом смысле и в плане жилья и автотранспорта. Никогда они не бедствовали. И, в общем-то, все это признаки того, что зачастую деньги, полученные от дольщиков, пошли не совсем на нужды строительства. Это первый метод. Первый метод назовем принуждение. Принуждение по-хорошему. Ну или по-плохому, или почти по-плохому. Дело в том, что посадка застройщика в тюрьму не решает, на самом деле, проблему. Решает проблему только скрупулезный, тщательный поиск активов, которые они, будучи людьми неглупыми, в основной своей массе умеют хорошо прятать. Вторым способом является смена застройщика. В последнее время государство получило законную возможность смены застройщика при помощи привлечения другого застройщика, которому обеспечиваются некие мотивационные параметры для того, чтобы у него был коммерческий смысл достраивать жилье, которое не достроил его предшественник. А жилье это в основной своей массе, понятно, что уже продано. Соответственно, коммерческого интереса оно вызывать не может у нового добросовестного застройщика. Что может быть подобным стимулом? Ну, в первую очередь, это, конечно, земельные участки, с которыми у нас традиционно проблемы. И добросовестный, сильный, финансово-состоятельный застройщик вполне может воспринять выделение вот этого дополнительного компенсационного, так называемого, участка в качестве вполне существенного мотива для того, чтобы достроить объект. Это вопрос, честно говоря, математики. Люди, которые хотят ввязаться в эту историю, должны взять калькулятор, бумагу и много-много мозгов людей, которые умеют считать сметы, все это смешать и получить четкий вывод на выходе, есть ли коммерческий интерес в предложении вот этих компенсационных участков. Кроме всего прочего, конечно, можно со стороны государства обеспечивать, скажем, новых застройщиков какими-то коммуникациями и всевозможными, значит, льготами в этой области. Как известно, коммуникация – это самая дорогая, одна из самых дорогих статей расходов при строительстве новых жилых массивов. Но тут, конечно, вопрос большой, потому что у государства по сути нет денег, и строить за свой счет коммуникации, если их там нет, либо их нужно устраивать и организовывать заново, конечно, не всегда получится. Ну и третий способ, самый очевидный, но, на мой взгляд, самый несправедливый и весьма спорный – это прямая компенсация расходов на строительство со стороны государства. Собственно, это то, чего сейчас все чаще и чаще и все более настойчиво требуют сами дольщики – у государства «достройте наше жилье за свой счет». Звучит это, конечно, достаточно глупо, потому что на самом деле, когда человек шел покупать несуществующую квартиру у сомнительного застройщика, собственно, он подвергал риску вот эту сделку, которую он совершил с ним, риск состоялся, значит, и, в общем-то, это предприятие провалилось. Застройщик не построил квартиру, человек потерял деньги. Собственно, государству здесь, в общем-то, ни при чем. И правы те налогоплательщики, которые говорят, ну а с какой стати я плачу налоги из моих налогов какому-то там, значит, простите, неосмотрительному покупателю компенсируют вот эту неудачную покупку. Я абсолютно разделяю вот подобную точку зрения, но с определенными оговорками. В общем-то, надо всерьез поговорить о вине или невиновности государства в том, что случилось вот с этим огромным количеством обманутых дольщиков, которые существуют и в Башкирии, и в России. В первую очередь надо понимать, что государство наше родное очень всерьез контролирует строительную отрасль и в республике, и в России. Просто так получить участок, начать строить, начать продавать квартиры не получится. Вот этот момент нужно себе отложить в мозгу, мы к нему неоднократно еще вернемся. Государство конкретно и очень внимательно контролирует строителей. Несмотря на то, что оно всячески отрицает это и говорит, что «ой, мы тут не имеем права, мы тут не имеем права», на самом деле давление и воздействие на застройщика колоссальное. Контроль полный. Далее. Государство контролирует и финансовые механизмы, которые участвуют в процессе взаимоотношений между, скажем, покупателями квартир и застройщиками. По крайней мере, речь идет о банках, о перечислениях, о состоянии счетов, налогообложений и так далее. Выдавая разрешение на строительство, государство не удостоверяется в добросовестности застройщика, однако при этом застройщику все равно предъявляется ряд требований, которые, в общем-то, в целом описывали его состоятельность на момент, когда проект начинался. А вот впоследствии, когда проект провалился, оп, и государство говорит, ой-ой, извините, мы здесь ни при чем, мы не знали, он жулик, а может, не жулик, ну и так далее. В этом смысле я полагаю все-таки, что некая часть ответственности на государстве лежит. Уж коль скоро оно контролирует, оно должно и отвечать. Второй вопрос. Мы уже говорили о, упоминали, по крайней мере, программу «Жилье для российской семьи». Что это за штука и почему о ней нужно говорить отдельно? Уже много раз говорено о том, что «Жилье для российской семьи» это была некая социальная программа по всей России. Я называю это всероссийской аферой господина Бровермана и его агентство по стимулированию ипотечного кредитования, которое было федеральным и которое эту программу реализовывало по всей России. Так вот, афера эта заключалась в том, что в разных регионах России выбирались объекты, на которых устанавливалась некая очень низкая цена на жилье. В случае с Башкирией это 36-38 тысяч рублей за квадратный метр. Путем достаточно сложного и строгого отбора отбирались претенденты на покупку этого жилья по такой низкой цене. Отбор осуществлялся администрациями районов, обращаю внимание. Они определяли нуждаемость этих граждан, их возраст, состав семьи, наличие, отсутствие жилья и так далее. И им давалось право приобрести по такой цене, но не у государства, а, например, у господина Комлева в Миловском парке. То есть у частного коммерческого застройщика. Зачем это надо было господину Комлеву так дешево продавать квартиры? Ну, хотя бы в кавычках и продавать. На самом деле, господин Броверман и Айжика спонсировали, фактически, оплачивали часть затрат господина Комлева. В случае с Миловским парком эта сумма была около 812 миллионов рублей, которые должны были быть потрачены на коммуникации. Тем самым, как бы компенсировали господину Комлеву стоимость, вот эту низкую стоимость жилья и вот обеспечивали нуждающихся граждан вожделенными квартирами. Вроде бы все классно. Однако, по всей России практически полностью эта программа провалилась. Я не думаю, что это совпадение. В Башкирии объектов строительства по программе жилье для российской семьи было несколько и только один в городе Октябрьском, один единственный дом завершился без проблем. Все остальные провалились. Много было говорено о том, что там содержалось всевозможное коррупционное составляющее, что там куча денег ушло куда-то в Москву, там Качкаев, Броверман, там кого только не упоминали. Я не буду сейчас останавливаться на конкретных персоналях, безусловно, что-то там было нечисто, но самое главное, государство в данном случае лично подбирало покупателей. И оно, на мой взгляд, должно лично отвечать перед теми, кто влип на самом деле в эту государственную программу жилье для российской семьи. Теперь люди без квартир, Комлев, значит, гуляет на свободе с чистой совестью, ходит на совещание, там ведет какой-то непонятный торг со строй планеты и тому подобное. Значит, вот этот момент говорит о том, что вот в этой части, по крайней мере, проблемы обманутых дольщиков, государство сто процентов должно отвечать за эту проблему. То есть я твердо убежден, что все участники программы «Жилье для российской семьи» вправе требовать от государства серьезной, ощутимой и действенной помощи в решении этой проблемы. Исходя из вышесказанного, мы подходим к одной очень красивой идее, которую я, собственно, и предлагал тоже подумать о ней и правительству нашему, и господину Абдрахимову в частности. А именно, существует закон, законодательная некая база, которая описывает права, обязанности и возможности обманутых дольщиков. Там идет речь о включении в реестр, о правах требований и так далее, и так далее, об их социальном статусе и так далее. Закон этот федеральный, но, как известно, региональные законы не могут отрицать федеральных, но могут улучшать условия закона. То есть если они, условно говоря, переизданы в сторону улучшения, это вполне допускается законодательством. Так вот, предложение заключается в следующем. Нужно тщательным образом составить списки, каталогизировать всех участников процесса, я имею в виду обманутых дольщиков, не по признакам, которые указаны в законе, потому что очень многие люди, которые сейчас испытывают проблемы с получением жилья, не стоят в реестре обманутых дольщиков. Это проблема, значит, это, на самом деле, фальсификация процесса, этим процессом во многом занимается ГОСТРОРБ, не допуская увеличения, просто формального численного увеличения этих дольщиков, но, тем не менее, люди находятся в этом статусе. Так вот, составив настоящий подлинный список всех пострадавших по каждому из объектов, нужно тщательным образом определить, кто из них действительно нуждается в жилье, а кто приобрел вот эти квартиры в этих несчастных комплексах, скажем так, с инвестиционными целями. Я утверждаю, что существенная часть людей, которые сейчас являются обманутыми дольщиками, либо близки к этому состоянию, приобрели не единственное жилье. У них есть эта вторая, третья, а у некоторых даже четвертая квартира. Это были инвестиционные цели, люди вправе это делать, однако, если ввести некий критерий нуждаемости по вот этой проблеме, то объем тех людей, которым действительно нужна помощь, существенно снизится. Вдвое или больше, я не знаю, нужно вот то, что не сделано господину Анатархимову, должно быть сделано. Я имею в виду получение четкой, однозначной картины. Вот после этого можно будет говорить о тех объемах, которые необходимы государству, если вообще такое решение будет принято для решения этой проблемы. Потому что сейчас звучат цифры 15 миллиардов, 18 миллиардов, 20 миллиардов. Сколько бы много миллиардов не было, просто так эти деньги выделены на решение этой проблемы не будут. А вот если будет законодательное и социально обоснованное определение этой необходимости, тогда можно говорить о выделении этих денег. Это, конечно, задача и вице-премьера, это задача и Хабирова, и это задача госсобрания. Пока еще во главе с Толкачевым. Я думаю, что во многом потерявший волю к каким-то сопротивлениям господин Толкачев вполне охотно исполнит подобные пожелания, если они появятся со стороны правительства республики. Отдельно хотелось бы сказать о крупных объектах вот этого проблемного строительства. Я имею в виду три названия. Это Миловский парк, это компания «Госстрой» и это «Дема-9» и «Серебряный ручей». Вот три компании, находящихся в показательно очень разных ситуациях. Миловский парк безнадежен, безусловно. Там нужно искать решения с сменой застройщика. Сейчас танцуется вот этот морализонский балет вокруг стройпланеты молодежного и самого Миловского парка и господина Комлева и так далее. Это очень сложная игра, где очень многие хотят заработать, заработать по второму кругу. Это однозначно недопустимо. И если эта информация о том, что там ведутся очень нечистоплотные игры с целью опять нажиться на этой истории, и эта информация появится, я немедленно ее опубликую. И я думаю, что тут уже нужны будут жесточайшие меры со стороны правоохранителей в отношении вот этих вот мерзавцев, которые пытаются нажиться на этом повторе. Кроме того, надо отметить, что в информационном плане ситуация с Миловским парком стремительно ухудшается. В мое распоряжение попал экземпляр того соглашения, которое пытаются заключать с дольщиками Миловского парка, в частности с дольщиками 11 и 4 кварталов Миловского парка. Это те самые несчастные, которые получили, вернее не получили, а хотели получить квартиры по программе «Жилье для российской семьи», так вот это соглашение в кавычках – это Филькина грамота. Вкратце, пересказывая суть этого документа, нужно остановиться вот на чем. Это документ, которым написано, что может быть в октябре 2019 года, обратите внимание, в октябре, в октябре это значит после сентября, после выборов, в октябре 2019 года может быть ФРЖС заключит договор на продажу вот какой-то такой вот квартиры, которая там указана, там 59,5 квадратных метров, вот с этим гражданином, если этот гражданин оплатит эту квартиру в полной мере, либо за него это сделает кто-нибудь третий. Это вообще чудесный документ. Он настолько должен, наверное, окрылить и успокоить дольщиков, которые уже много лет ждут своего жилья, что просто ни сказки сказать, ни пером описать. По сути, этот документ говорит о том, что мы ни о чем не договорились, а отложили разговор до октября, опять же, акцентирую, октября, акцентирую бровями, 2019 года. Но надо быть полным лохом, чтобы повестись на такую вещь, это обещание еще круче, чем пустая болтовня, которую практиковал господин Хамитов в отношении вот этих всех вещей. В общем, с Миловским парком нужно кардинально менять подходы, и если схема, которую реализуют там господин Абдрахимов и его там товарищи, на самом деле подразумевала совсем не это, вы тогда потрудитесь вот внятно и понятно объяснить людям, что речь идет совсем не об этом. Вот то, что сейчас видно, и то, что читают люди, и то, что получил я в качестве подтверждения этих опасений, говорит только об этом. Это второй круг обмана. В общем, Миловский парк – это капец катастрофа. Далее компания «Госстрой». Знаменитая многочисленностью своих строительных площадок, разнообразием форматов домов, это всевозможные эти, значит, эрмитажи, московские и так далее, и так далее. Господин Бадиков чудесным образом стал обладателем там чуть ли не десяти строительных площадок, строители Уфы завидовали ему черной и белой завистью. Чудо это произошло, конечно, в период работы господина Филиппова. Я никак не связываю, что вы, что вы, никак не связываю этих двух людей, потому что у меня нет объективных доказательств их связи. Но пометуя о том, что господин Филиппов ничего никогда не делал просто так, скажем так, или бесплатно не делал, то, конечно, подозрения могут быть. Ну так вот, «Госстрой» на самом деле вроде как не умер. Но господину Абдрахимову, безусловно, нужно обратить пристальное внимание на эту стеклянную башню, как ее называют, в среде строителей, вот вообще бизнес Бадикова называют «стеклянной башней». То есть достаточно одного маленького воздействия, маленькой трещинки, как все это рухнет со страшным звоном и грохотом. Вот здесь нужно применить подход, я имею в виду правительство РБ, применить подход жесточайшего контроля, полной информированности и онлайн наблюдения. То есть как только у Бадикова появятся какие-то признаки каких-то негативных вещей в его бизнесе, необходимо сразу же вмешаться и принять меры. Потому что если на базе вот этого госстроя появится целый букет, огромный букет обманутых дольщиков, вот тогда мало не покажется, и Миловский парк может показаться вообще детской сказкой. И третий объект – это Серебряный ручей. Серебряный ручей – это объект, необычный тем, что в нем есть полная гамма недостроя. От полностью достроенного, но еще не сданного седьмого дома до домов 12-13, которые очень-очень плохо видны над уровнем земли. Есть девятый-десятый дом, достроенный на 97%, на 93%, есть восьмой дом, который построен на 40% и так далее. Что делать здесь? Здесь вот в случае с Серебряным ручьем необходимо применить весь набор тех мер, которые я перечислил, возможно, еще и те меры, которые, предположим, я не знаю, но применяет господин Абдрахим. Это полный анализ ситуации, это снижение административных барьеров, я имею в виду, нужно в конце концов принять этот седьмой дом и пускай люди живут. И дальше уже нужно, выкручивая, но не насмерть руки застройщика, добиться от него четкого и обоснованного, самое главное, прогноза по строительству девятого, десятого, восьмого, двенадцатого, тринадцатого домов. Возможно, нужно применять схему введения туда каких-то либо соинвесторов, либо еще кого-то, потому что, насколько мне известно, двенадцатый, тринадцатый, восьмой дома не распроданы до конца. Там существует некий потенциал коммерческий. Кроме того, в девятом, десятом доме существует непроданная коммерческая недвижимость, то есть там есть куда двигаться и куда не шевелиться. Одновременно с этим нужно настойчиво требовать у застройщика, если не возврата денег из московских проектов, то стабильного финансирования строительства неважно как. Условно говоря, нужно это условие поставить. Я знаю, что сейчас господин Абдрахимов очень трезво, очень эффективно взаимодействует с Серебряным ручьем, но очень важно, чтобы это продолжилось и дальше. Здесь не должно быть никакой штурмовщины, не должно быть так, что «А, вот работа заработала, ну все, ребят, давайте, забыли». И через два месяца – бабах. В общем, вот это к примеру о трех крупнейших проблемах долевого строительства в Уфе. Теперь немного о митинге, о обще-социальном аспекте этого явления, я имею в виду обманутых дольщиков. Я уже говорил о том, что и федералы, и здесь немножко в республике чиновники были напуганы той активностью, которая случилась перед выборами президента Российской Федерации, ну это предсказуемо, конечно, безусловно. То есть в этот избирательный период всегда обостряются все эти проблемы, все группы заинтересованные пытаются вставить свои пять копеек в повестку, там и прочее, прочее. Но загасив тогда эту ситуацию всеми правдами, а на самом деле неправдами, загнали болезнь внутрь, условно говоря. И вот чем сейчас опасна для Хабирова, для его новой администрации, для его карьеры и дальнейшей деятельности в Башкирии вот эта история. Во-первых, если он не решит проблему обманутых дольщиков, это, конечно, репутационная потеря существенная. То есть, во-первых, он уже сказал, что решил. Во-вторых, это серьезный вызов, на который нужно отвечать. Второе, если он не сможет создать такую и эффективную систему по решению этой проблемы, тогда у него не будет этой системы для того, чтобы эта проблема не повторилась вновь. Напомню, при Хамитове ситуация с обманутыми дольщиками возникала дважды. Это говорит о том, что у человека не существовала система, которая могла бы превентивно не допускать повторения этой ситуации. Ну и третье, дольщики – это удивительная социальная группа. Я вот работаю с этими людьми уже второй, если не больше год, очень хорошо понимаю их психологию, их настрой. Это не политическая партия, это не единый социальный организм, это люди с очень разными достатками, подходами, взглядами и так далее. Но они объединены вот этой идеей, вот этой проблемой. И вот они, в отличие от политических движений, там, какого-нибудь там Навального или там, не дай бог, какого-нибудь Мальцева, они неумолимы. Они не уйдут, они не рассосутся. Вот как полагал Рустам Закевич, да ладно, что вы там мне грузите, сейчас все затихнет. Не затихнет. До тех пор, пока люди не получат жилье, эта проблема не затихнет. Ну, тут, конечно, вопрос масштаба в том смысле, что когда там пять человек обманутых, это одно, да, как бы там пять тысяч или десять тысяч. Но в Башкирии численность людей, вовлеченных в эту проблему, я подчеркиваю, вовлеченных, не количество квартир, а количество людей и членов их семей. Потому что вот когда квартира, значит, она не состоялась, да, обманули людей. Это не только мама или папа, которые в документах, это и мама, и папа, и дети, и братья, и сестры, и даже бабушки с дедушками. То есть умножайте количество квартир в проблемных домах на семь, на восемь, а можно и на десять, и не ошибетесь. Количество людей огромное, вовлеченное в эту проблему. Но как тут не подумать о сентябре девятнадцатого года, эти люди либо будут на стороне Хабирова, условно говоря, либо они будут категорически против, потому что к сентябрю месяцу они уже сделают однозначно свой вывод, что ну как бы, ну извините. Эти ребята ничего не делают. Либо наоборот, они скажут, да, смотрите, проблема решается, все решено. Но это чисто, так сказать, примитивно политтехнологически. То есть либо эти люди будут ваши, либо они будут совсем не ваши. Это вот к вопросу о последствиях, возможных эффектах от решения или не решения этой проблемы. Ну в общем, подытоживая этот разговор, я скажу, что впереди у нас события вот этого большого всереспубликанского митинга, впереди у нас, возможно, какие-то там резолюции и так далее, там обещали какое-то чучело жечь. Кстати говоря, выбор персонажа для чучела вызвал бурную дискуссию. Вы долго думали, чье чучело жечь Хамитова, застройщика или там кого-то еще, да. Ну в общем, вот это такое чисто понятие, но очень важный момент, кого дольщики назначат крайне в этой ситуации. Не так много времени осталось, когда в этом списке может оказаться и нынешний глава, если он не начнет решать эту проблему, кстати говоря. Это не угроза, там некоторые меня обвиняют в том, что я там шантажирую, угрожаю, там Мурзагулов что-то истерил на эту тему. Нет, нет, это просто вот я абсолютно как бы благорасположен к этой новой власти в той части, что я очень надеюсь, что у нее хватит ума, компетенции, возможности решать эту проблему. Я действительно готов помогать это делать, ну в разумных пределах и в разумных формах, а не в тех, о которых шла речь до этого. Ну да ладно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова